Канал GT Class, с вами Андрей Щетников, и этот ролик будет посвящен понятию парадокса. Мы часто употребляем это слово в заголовках наших роликов, и вот мы решили для себя, ну а также и для вас, навести некоторую классификацию и посмотреть, а какие вообще парадоксы бывают, и от чего эти парадоксы происходят. Ну, в связи с физическими задачами, физическими явлениями. Но прежде всего, о самом слове парадокс, оно имеет греческое происхождение, докса – это мнение, а пара – это противолежание. Ну, в результате получается противоречие, ну, как это, противоречие мнений. И парадокс – это такая ситуация, когда по поводу одного и того же явления высказываются противоречивые мнения. И, наверное, самый первый пример парадокса – это такая ситуация, когда у всех людей имеется общее мнение по поводу чего-то, и тут появляется человек, который это общее мнение начинает отвергать. Ну, например, до Коперника все знали, что Земля является центром мира, вокруг которой вращается Солнце, вращаются планеты, вращаются небо неподвижных звезд. И тут появляется человек, который говорит – нет, я думаю, что все устроено не так, что, наоборот, Земля вращается по орбите вокруг Солнца и вращается вокруг собственной оси. Из-за первого движения возникает смена времен года, из-за второго – смена дня и ночи. Но это противоречит, говорят люди, тому, что мы, во-первых, знаем, и что давным-давно зафиксировано еще со времен Аристотеля, если не раньше. Во-вторых, ну, мы видим, что Солнце вращается вокруг Земли, оно восходит каждый день на востоке и заходит на западе. Ну, и вообще, если бы Земля, например, вращалась вокруг собственной оси, то я бы подпрыгнул на месте, а приземлилась я бы где-то совсем в другом месте, она бы за это время успела провернуться. Ну, и вот такая вот, как бы, еще разное, еще возражение. Ну, и все это разрешается лишь постепенно, когда Галилея пишет свои диалоги о двух системах мира, когда появляется понятие инерции, ну, и в конце концов люди привыкают ко второй картине, а последователи первой картины постепенно сходят на нет. И вот эта ситуация разрешается таким образом. Второй тип парадокса очень типичен, и он представляет собой ситуацию, в которой, по видимости, не выполняется какой-то из важных физических законов. Очень часто это законы сохранения. Мы описываем такую ситуацию, в которой кажется, что не выполняется закон сохранения энергии, или закон сохранения импульса, или момента импульса. Ну, и здесь надо разбираться, не потеряли ли мы какой-то канал, и не оказывается ли так, что мы считаем, что наша система замкнута, а на самом деле она не замкнута, но взаимодействует с внешним миром, и именно по этому каналу происходит обмен, ну, соответственно, там, энергией или импульсом. Что касается примеров из истории физики, их тут можно привести достаточно много. Ну, вот я хочу привести пример с открытием нейтрино. В начале 30-х годов было установлено, что при бета-распаде, по видимости, не выполняется закон сохранения энергии. И, буквально, чтобы спасти этот закон, Вольганг Паули предложил в 32-м году ввести представление о такой частице, которая при бета-распаде выделяется, которая уносит эту энергию, но эту частицу чрезвычайно трудно зарегистрировать, потому что она практически не взаимодействует с веществом. Ну, то есть, взаимодействует, то очень слабо. Эту частицу через два года Энрико Ферми предложил назвать словом нейтрино. Но, смотрите, речь идет о некой частице, которой никто никогда не наблюдал. А впервые ее зарегистрировать удалось только в 1956 году. А до этого времени физики, именно исходя из того, что свои веры в то, что закон сохранения энергии всегда должен выполняться, ну, как бы вот верили в то, что такая частица существует, и что когда-нибудь ее все-таки удастся обнаружить. Следующий тип парадокса подписчикам нашего канала должен быть очень хорошо знаком. Он возникает в ситуации, когда мы некоторое реальное физическое явление или устройство замещаем его упрощенной моделью, а потом обсуждаем эту модель так, как будто бы она описывает все характеристики этого явления или устройства. Ну, например, вот в ситуации с конденсаторами из одного из наших недавних роликов, как бы с одной стороны имеется реальный конденсатор, включенный в цепь, а с другой стороны имеется нарисованная на схеме емкость. И мы начинаем обсуждать эту емкость так, как будто бы она и представляет собой все свойства конденсатора. А у конденсатора, кроме емкости, есть и другие свойства, есть и некоторая индуктивность, у проводов, которые к нему подведены, есть какое-то сопротивление, а мы про это забываем и начинаем все обсуждать так, как будто ничего этого нет. Ну, в этой ситуации, понятное дело, какой выход? Установить связь между картинкой и схемой, и той реальностью, которую эта схема представляет. И не забывать, ну, как это говорится у психологов, что карта не является территорией, которая эту карту представляет. Ну, или взять парадокс близнецов в теории относительности. Он возникает за счет того, что утверждения, сформулированные для инерциальных систем отчета, начинают переносить на ситуацию с неинерциальными системами отчета, забывая о том, что тип системы отчета сменился. А потом делают скоропалительный вывод, что вся ваша теория относительности не верна, она парадоксальна. А просто нужно было несколько аккуратнее рассуждать и следить за переходом от одной ситуации к другой. А иногда бывает так, что фиксация парадокса и его последующие разрешения приводят к перестройке всей парадигмы физической науки. Ну и, наверное, очень характерным примером здесь будет ситуация с так называемой ультрафиолетовой катастрофой в теории излучения, которую удалось по-настоящему зафиксировать, а потом разрешить Максу Планку, когда он предположил, что излучение должно квантоваться, передаваться порциями, и не может быть излучения меньше, энергии излучения меньше, чем некоторая порция в этом самом фиксированном объеме. Ну, в результате, хотя Планкт сам этого и не хотел, быть может, будучи таким достаточно консервативным физиком по своим установкам, но в результате то, что он сделал, привело к перестройке физической науки и к возникновению квантовой механики. Ну и, пожалуй, примеров нам уже хватит. А вам я хочу сказать, что фиксация парадоксов и попытки с этими парадоксами разобраться всегда являются очень мощным средством для того, чтобы глубже понимать физику, ради чего мы на этом канале с вами и собрались. Так что, всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok